Здравствуйте, товарищи! Цитата. Карл Макс. Секретная дипломатия 18 века. В начале своего книжения Иван III, 1462-1505, все еще был данником татар. Власть его все еще оспаривала с другими удельными князьями. И Новгород, стоявший во главе русских народоправств, господствовал на севере России. Польша и Литва стремились к завоеванию Москвы, а ливонские рыцари все еще не были сокрушены. Да, блаженец. К концу своего книжения Иван III становится совершенно независимым государем. Женой его делается племянница последнего императора Византии. Казань лежит у его ног, и остатки Золотой Осты стремятся к его двору. Новгород и другие народоправства приведены к повиновению. Литва ущерблена. И великий князь ее, игрушка в руках Ивана III. Литовские рыцари побеждены. Изумленная Европа, которая в начале царствования Ивана III едва подозревала о существовании московского государства, затиснутого между литовцами и татарами, вдруг была огорошена внезапным появлением колоссальной империи на ее восточных границах. Сам султан Боязет, перед которым трепетала Европа, вдруг услышал однажды высокомерную речь от московичанина. Так писал Карл Нарш Маркс в произведении «Секретная дипломатия XVIII века». Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Лайкайте, расшаривайте. Оставляйте комментарии. Лайкайте. 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 Продолжение следует...